Как запустить установленную копию Windows в виртуальной машине, не теряя возможность загружать ее физически? Я хотел бы подчеркнуть, что в задаче присутствует термин физически установленную. Виртуалку установить может любой дурак. Как и конвертировать физически установленную операционку в виртуальную машину? Моя же задача, чтобы одна и та же Windows могла одновременно грузиться как нативно, так и виртуально. А потом мы еще и усложним задачу, заставим на одном компьютере работать две копии Windows одновременно. Зачем все это надо, я расскажу в конце видео, а пока хотелось бы сказать, что несмотря на утверждение на некоторых форумах, что запуск одной и той же копии Windows физически и в виртуалке невозможен, данное видео призвано доказать что это возможно. Инструкция рассчитана на продвинутых пользователей, которые умеют создавать разделы, форматировать диски и работать с загрузочными секторами. Лично я считаю, что это должен уметь делать любой пользователь компьютера, и не собираюсь по полчаса разжевывать, как же именно создать раздел на диски. Итак, поехали. Для начала нам конечно же нужен компьютер с процессором поддерживающим виртуализацию, то есть практически любой современный процессор. Кроме того эту самую виртуализацию надо включить в BIOS. Местонахождение настройки может быть самым разным, на Lenovo она здесь, на ноуте Asus здесь, а на десктопе с пафосным UEFI BIOS здесь. У меня на компьютере на MBR диск установлена Windows 7. Я хочу иметь возможность загружаться в нее обычным способом, и загружать ее же в виртуальной машине. Первый кандидат для этого конечно же Linux. Это мой ответ на вопрос зачем же мне Linux. Под Linux есть три основных инструмента виртуализации это Xen, VirtualBox и KVM. Самый интересный это Xen. Очень мощный и удобный инструмент, но к сожалению заточен под работу с Unix-образными системами, и с Windows работает плохо. Второй кандидат VirtualBox. VirtualBox как раз с Windows работает отлично, а вот с Unix-подобными не очень. В документации к VirtualBox есть пункт, где рассказывается как сделать псевдо-виртуальный диск, который на самом деле считывает данные из физического раздела, а не из виртуального контейнера. Следуя этим инструкциям, создаете такой псевдо-диск и конфигурируете виртуальную машину. Подробно рассказывать не буду, скажу лишь что у меня получилось, загрузившись с внешнего диска в Ubuntu, запустить под ней в VirtualBox физически установленную на внутреннем жестком диске Windows 7. Под KVM мне также удалось запустить физическую копию Windows в виртуальной машине, так как загрузку VirtualBox физических дисков она поддерживает без всяких трюков. Поэтому я решил усложнить задачу. Установить на один и тот же внутренний жесткий диск две копии Windows, каждую из которых можно было бы загружать физически по отдельности, либо уже загрузить одну в другой. То есть первую загружаем физически, в ней поднимаем виртуальную машину и загружаем вторую, или наоборот. Таким образом можно получить на одном компьютере сразу две одновременно работающих копии Windows. К сожалению, VirtualBox для этого не подходит. Несмотря на все ухищрения, загрузка физической копии Windows из-под Windows в ней повисает. А KVM под Windows нет. Поэтому обращаемся к гиганту VMware Workstation. Как и KVM, VMware также поддерживает загрузку с физических дисков. Для своих задач я на этом самом диске выделил еще один раздел, отформатировал его в intfs, создал там файл виртуального диска vhd, установил на этот виртуальный диск еще одну копию Windows, прописал ее в bcdstore и загрузился в нее. К виртуализации это не имеет никакого отношения, Windows загружается нативно, просто из виртуального диска, с которым лично мне гораздо проще работать. Подробнее об этом можно почитать, погуглив Windows VHD Boot. То есть, и первая на диске C, и вторая на диске D инсталляции Windows находятся на одном и том же жестком диске и используют один и тот же Boot Sector и один и тот же Boot Loader. Если теперь запустить VMware под второй системой и попробовать оттуда загрузить первую, то VMware ругнется что физический диск уже используется и грузиться с него откажется. Причем проблема повторяется, даже если полностью отключить раздел с первым Windows в диспетчере дисков отобрав у него букву. Я долго бился с этой проблемой, и мне кажется именно в нее уперлись отрицатели с форумов, которые утверждают что так работать ничего не будет. Мне удалось победить проблему. Сама проблема очень проста, второй Windows и первый используют один и тот же раздел с Boot Sector. Я решил не мучиться, и просто взял установочный образ Windows 7, вычистил оттуда все что не относится к загрузчику, и прописал в BCD Store местонахождение Windows на диске C, и заново собрал образ. В итоге получился ISO файл размером всего 2 мегабайта, который я подключил к виртуальной машине как CD диск и выбрал загрузку с него. Проблема решилась. Теперь виртуальная машина грузит Boot Sector из этого образа, после чего начинает грузить физическую копию Windows с диска C. Если у вас возникают какие-то ошибки, не забудьте отключить диск с первой Windows во второй. То есть если допустим вы грузите Windows с диска D, то надо в Disk Management вообще убрать диск C. Если система на D грузится из виртуального VHD, то возможно понадобится еще и перенастроить место хранения swap файла подкачки в реестре и в настройках. Также рекомендую вам использовать MBR разделы, с ними виртуалки работают. А вот IEFI в мире виртуализации пока практически не слышали. Если все сделали правильно, то обе системы можно будет загружать одновременно. Что касается лицензирования, то у Microsoft на эту тему как-то очень мутно написано. Вроде бы допускается использование той же лицензии при конвертировании физической Windows в виртуалку. Но для каждой виртуалки должна быть куплена своя лицензия. И ничего не сказано про случай, когда ты прыгаешь с виртуалки на физическую и обратно, используя одну и ту же лицензию. Но в моем случае VMware справилась с этой задачей, и за полгода никаких проблем с лицензией не было. Одна и та же копия использует одну и ту же лицензию. Видимо самое главное не запускать одновременно и виртуальную и физическую машину с одной лицензией. А вот поочередно можно. Так зачем же все это нужно? Ну во-первых это очень удобно. Слева у меня рабочая машина под виртуалкой, справа личная, запущенная физически. Но при этом одна мышка и клавиатура, не надо использовать KVM переключатель и даже копипаст работает. Когда я ухожу с работы, я перезагружаю компьютер, и левая машина загружается физически. Это выход, если на работе или учебе у вас все ограничено и хочется свободы, но при этом иметь возможность мониторить что там происходит на рабочем компьютере. Можно конечно купить себе ноутбук, но в этом случае все коллеги будут знать когда и сколько вы работаете, а сколько рабочего времени тупите в личный ноутбук. А так у вас допустим на одном мониторе рабочая операционка, которая сидит в домене, с отключенным USB, отслеживаемым интернетом и прочими радостями параноиков. А справа у вас своя операционка, где вы хозяин и можете делать все что угодно, например подключать 4G модем для доступа в интернет без ограничений. Но я хочу предупредить, что все это очень легко вычисляется. Причем не покидая кресло, достаточно удаленно посмотреть на конфигурацию вашей машины где будет одно только виртуальное железо, ну и еще масса есть систем обнаружения в том числе автоматических. Поэтому если в вашей организации мощная служба электронной безопасности и серьезно относится к сохранности данных, то лучше не рисковать, иначе можете получить себе нехилый геморрой с выговорами и даже увольнением с записью в трудовую. Сидите на попе ровно.